Здравствуйте! Сегодня мне хочется рассказать о замечательной писательнице Ольги Дмитриевны Форш и о том, каким предстал Петербург в ее творчестве. Она родилась в семье военного в далеком от столицы империи Дагестани. Однако с 1906 года ее судьба навсегда связана с Петербургом. Уже через год после приезда сюда Ольга Форш удачно начинает свою литературную карьеру. Обратите внимание на то, что в 1920 году Ольга Дмитриевна поселилась в известном на весь Петроград Доме искусств, своеобразной коммуне творческих деятелей. Через несколько лет она напишет об этом одну из лучших своих книг «Сумасшедший корабль». Славу и внимание читателей Ольге Форш принесут ее исторические романы, в которых она описывала революционно-демократическую борьбу в России на примерах выдающихся личностей. Всего в творческом наследии Форш насчитывается более двух десятков романов и пьес. Местом действий в большинстве своем выбран наш замечательный город, о чем выразительно говорят их названия. Одетый камнем, Михайловский замок, первенцы свободы. Ольга Форш прожила долгую и счастливую творческую жизнь. Большую часть в знаменитом писательском доме на набережной канала Грибоедова 9. Последние годы жизни она провела в собственном доме в поселке Тярлево под Павловском. О памяти писательницы в Петербурге хранит улица Ольги Форш. Своё имя она получила в 1970 году. Улица находится в Калининском районе. Книги Ольги Форш вы можете найти в любой библиотеке нашего города, в том числе и в Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского, где мы сейчас с вами и находимся. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты. Берите в руки книги для того, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Как говаривал наш старый знакомый Станислав Ежелец, жизнь заставляет человека многое делать добровольно. До новых встреч!